Пользоваться телефонами, а тем более переписываться в чатах, на занятиях категорически запрещено. Урок цифры – не исключение. Даже если его тема – общение в мессенджерах. Дома, если я пишу одноклассникам, по примеру, что задали, может. Ну или просто спросить, как дела. За партами на этом занятии в младших классах – взрослые, представители пензенских министерств. Им важно самим увидеть, насколько урок цифры полезен для школьников. Понимают ли они материал, а главное, насколько интересна подача. Впрочем, в последнем специалисты уже убедились – все задания можно пройти онлайн на сайте проекта. Вчера я, к примеру, тоже вместе с ребенком проходил. Мне было очень интересно. Я прошла квест как родитель, а ребенок у меня прошел, естественно, как ребенок. Могу сказать, что это очень интересно. И даже ребенок уже в конце дня, после всех кружков, он сидел и проходил, и его просто было не оттащить от этого. Как правильно применять смайлики, стикеры, как пользоваться голосовыми помощниками и нейросетью. Но, пожалуй, самый насущный вопрос для ребят и педагогов – платформа «Сферу», на которую образовательные учреждения перешли в прошлом учебном году. Ее освоение продолжается. Есть возможность общаться как в рамках школьных чат преподавателя, учителя, школьники, родители. И школьник может вывести, скажем так, свою платформу в рамках личного общения, которое уже не будет затрагивать школьных интересов. Урок цифры в пензенских школах проводят уже пять лет. Среди тем, работа с большими данными, исследование кибератак – цель не только приспособить детей к современному технологичному миру, но и заинтересовать их IT-сферой. Тем более, что программы разработаны для учащихся всех классов. Они знают очень много на самом деле. Я думаю, что тем будет им очень интересно. Самое главное, я считаю, что это, конечно, цифровой этикет, чтобы они правильно умели разговаривать. Занятия, организованные в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», поучаствовать в котором может абсолютно любая школа. Достаточно подать заявку в региональное министерство образования. Впрочем, времени осталось немного. Занятия завершатся 12 ноября.